всем огромный привет мои хорошие снова на кухне я готовлю сегодня очень и очень вкусный нежный салатик но она любителя его могут кушать не все но мне он очень нравится поэтому приступаем у меня есть хорошо помытые и очень хорошо обсушенные листики базилика я его сейчас немного вот эту всю массу хочу измельчить чтобы листики не были целыми а были вот такими маленькими частичками этот вкус очень уникален именно с вот этими составляющими просто так базилик он тоже по своему вкусе но если добавишь вот эти три ингредиента плюс соус получается очень изысканное блюдо и съедается с удовольствием так что я вам советую попробуйте я вот в этой мисочке будут все перемешивать теперь у меня есть вида сыра моцарелка в этот сыр вообще в этот салат в принципе идет моцарелка но я посмотрела на цены моцареллы и вспомнила что у меня есть домашний вкусный хорошо отцеженный творог который тоже можно резать и у меня есть еще кусочек брынзочки который я привезла из хуста козейной брынзочки но она настолько вкусна что она козочкой вообще не пахнет тут вот маленький совсем кусочек мне как раз хватит на салат и так я режу брынзу и наш творожок домашний кубиком таким не где-то сантиметр на сантиметр и творог тоже и мы свете с удовольствием съедим этот салатик на ура и витя скажет боже как ты знала что я вот это вот очень люблю видя у меня вообще по травам по таким блюдам в которых мало жира блюда должны быть ну как минимум обжарки чуть ли не аль денте все должно быть ну вот так вот он любит и я уже вместе с ним но в принципе это очень хорошие привычки жареная это очень вкусно но сами понимаете сколько там ух хотя иногда него не отказываем и в жареной картошечке и просто в жареном куске большого мяса и так далее то есть все нам не чуждо вот значит творог я еще покрупнее порежу потому что он уже чуть-чуть вот так вот раз и припадает но это не страшно именно в этом салате это будет просто как находка вот такая кашица творожная я не спорю по поводу того что по рецепту сыр который сюда ходит конечно было бы по-другому но за неимением лучшего я считаю что у меня натуральный продукт творожок домашний и это будет очень очень хорошо так теперь у меня четыре помидорки я их все буду сейчас резать удаляя сердцевинку помидор она нам не нужна и тоже такими же крупными кубиками режу помидор вот так у нас включили свет но не включили лифт мне нужно было сходить в одну мастерскую швейную но я перезвонила и сказала извините люди но я приду завтра поскольку почему-то не диспетчер не наша начальница ОСББ телефончик не берут такое бывает особенно я говорю у нас дом отличается умом и сообразительностью у нас если нет чего-то то нет и тут же нет и другого и третьего ну короче по поводу был вопрос задан отвечаю где вы живете и так далее область да мы живем в Николаевской области украина Николаевская область место певденно украинск мы находимся беля атомной станции на якую мы дужим но багато роки впрацювали а теперь мы вышли на пенсию и вот так вот себе сидим дома готовим вкусно ездим где хотим немного скажем по финансовой части подтянули поясочки но не подтянется только на стрижит и вот так я вам скажу невзирая ни на что но мы выживаем и выживаем очень хорошо потому что мы свою жизнь строим сами то есть настроение желание поездки готовки песни и так далее вот так и живем наши хорошие подписчики и гости канала мы очень рады новым пришедшим людям и задавайте вопросы я на все отвечу понятно вы не в курсе где мы живем что мы делаем и так далее все на канале вся наша жизнь все я дорезаю ребятки четвертый помидорчик сейчас осталось мне сделать только лишь заправку к этому салату и две порции вкуснейшего салата ароматного у нас есть так все теперь я здесь на досточки чесночок приведу в состояние пасты такой кашицы один зубчик больше не надо где моя мисочка для солица знаете чтобы не переборщить чеснок он хороший но здесь кинза свою работу работает так прекрасно ее делает и ничто это не заменит пол чайной ложечки горчички также чуть больше половины чайной ложки без горки короче дижонской но у меня в данный момент не дижонская а французская что-то я дижонской не знайшла купила французскую думаю но она чуть-чуть отличается столовую ложечку соевого соуса обычного классического так у меня масло не оливковое но овсяное овсяное нет после что я говорю ребятки сейчас кунжутная что такое смотрю на кунжут и говорю кунжутная я так думаю столовую ложечку будет достаточно тут же насыщенные у нас помидорки сочные так теперь соль конечно же не полную чайную ложечку брынза соленая перчик обязательно все соус готов теперь этим соусом я не буду смазывать все это посмотрите что я буду делать и это будет оригинально если я начну перемешивать творожок и брынзу творог начнет разваливаться а я хочу с его целостность сохранить как можно дольше потому что на тарелочке красивее смотрится творожок именно в цельном кусочке чем его же кашется правда а я люблю как говорится как же слово но презентовать блюдо о презентовать для мити тоже он очень любит красивую подачу я стараюсь у меня получается все вот такое у меня есть блюдо с вот таким бортиком невысоким это листочек похоже на на кленовый не знаю короче тарелка в виде листочка я вот таким образом все это сейчас отправляю на вот эту тарелочку так тут у меня осталась теперь я вот этим соусом обильно обильно это все поливаю вот так помешивая чтобы он был распределился везде такой запах ребятки вот именно базилик в сочетании с любым сыром моцарелла это творог ли это брынзочка в сочетании именно базилика и помидоры это это что-то так ну и в конце что любимый мой кунжут кунжутное масло и конечно же кунжут у меня здесь перемешку где-то такие-то окропления черного кунжута в основном белый и я вот эту всю красоту сейчас посыплю кунжутиком возьму две порционных тарелочки наверное кусочек серого хлеба для литюшки и подам ему такой прелестный салатик сейчас я покажу его ближе вот такой салат получился показываю сверху снизу покручу то есть сейчас каждый из нас ложечкой перемешает вот эту вот смесь на тарелочку себе положим и вот такой у нас будет ужин ребятки очень советую базилик сыр помидор один зубчик чеснока дижонская или французская горчичка обычная горчичка соевый соус любое масло у меня кунжутное можно подсолнечное можно оливковое но у меня в данный момент вот такое и вперед сейчас она вот напитается этим соусом чесночок пойдет к помидорке подружатся все всем приятного аппетита всегда с вами витя лена степан вкусный салатик на канале погода в доме и хотелось бы чтобы вы посмотрев это видео поставили пальчик вверх если вам оно понравилось написали все что вы думаете об этом салате любите ли вы сочетание базилика сыра и помидорки вот ну и конечно же буду очень очень рада новым друзьям подписчикам зрителям ну и так далее все всем мирного неба всем доброй ночи всегда с вами погода в доме